В этом курсе мы разберем абсолютно все, начиная от техники и заканчивая теорией. Мы будем учиться петь песни и будем разбирать, как сыграть это всевозможными техническими приемами. А также мы разберем глубоко технику и теорию игры на электрической гитаре. Аккомпанемент это то, что мы будем разбирать на первом уровне обучения акустической гитаре. Это то, что называется аккордами. Это называется аккомпанемент. Я постарался этот курс сделать очень доступным. Я буду рассказывать обо всем очень медленно и повторять это несколько раз. Возможно, это будет в несколько уроков происходить. Это связано с тем, что невозможно одну тему разобрать на уроке сразу. Потому что если мы начнем разбирать одну тему, то тогда первый урок будет длиться час. Вам нужно будет завести тетрадочку в клеточку и переписывать туда весь материал, который будет указан. Как переписать тетрадь. Нужно будет анализировать все то, что мы проходим и постараться как можно глубже понять то, что мы разбираем. Я не рекомендую вам изучать сразу несколько курсов одновременно, либо пользоваться информацией из интернета, из ютуба. Потому что отсутствует взаимосвязь. Я постарался сделать уроки таким образом, чтобы была взаимосвязь, чтобы можно было понять, что зачем, чтобы ничего не потерять. А информация, которая существует на ютубе, обычно она разносторонняя. Там можно узнать только о чем-то одном. Что вообще можно сыграть на гитаре? На гитаре можно сыграть условно три вещи. Первое – это аккорды. Аккорды – это определенные положения пальцев, которые заживаем в левой руке. Бывает вот такой аккорд. Вот такой. Вот такой. И из них состоит песня. Ну, допустим. Песен еще не дописанных. Сколько? Скажи, кукушка. Правая рука занимается у нас звукоизвлечением. Есть много разных вариантов. Переборы, щитки, бои. Но пока это не главное. Песня, когда поется в ней, существует три вещи, которые происходят одновременно. Это игра аккордов, мелодия, которую я пою, и то, что звучит в итоге – это песня. То есть, готовый результат. И таким образом, система обучения тоже делится на три уровня. Первый уровень – это когда мы разбираем аккорды и учимся петь песни. Второй уровень обучения на гитаре – это когда мы разбираем мелодии. Мелодия – это то, что я пел, когда пел эту песню. Это в мелодии будет звучать у нас вот так. Игру мелодий, импровизация и все, что связано с техникой игры, мы будем разучивать на втором уровне обучения. На третьем уровне обучения на акустической гитаре мы объединим аккорды и мелодии. И это будет звучать у нас вот так. И поэтому изучение песен является очень важным моментом, для того, чтобы понимать структуру, с которой нам придется работать в будущем. Структуру, в которой объединяются вместе – мелодия и аккомпанемент. В самом начале мы уделим очень много времени, чтобы понять схему, по которой строится песня. Что нужно знать в теории и что нужно знать в технике. Поэтому первые пять уроков или семь будут посвящены разбору одной композиции. Нужно для того, чтобы понимать схему. Потом в дальнейшем эта схема будет применяться для всех остальных песен, и остальные песни будут разбираться легко и быстро. Поэтому очень важно ничего не упустить в эти первые уроки. И после этого мы будем разбирать электрогитару. На электрогитаре будет самый большой акцент – это на игре, мелодии и на импровизации. Потому что электрогитара – это часть музыкального коллектива. Нужно понимать, что электрогитара – это сольный инструмент музыкального коллектива. Что означает сольный? Сольный означает один. Когда ты играешь на гитаре соло. Понятно, что на электрогитаре можно играть и аккомпанемент. В музыкальном коллективе нужно играть аккорды и нужно играть соло. И поэтому нужно уметь и то, и другое.